Здравствуйте! В эфире программа «По существу». Меня зовут Анастасия Алексеева. Сегодня у нас в гостях Александр Иванович Цветков, председатель Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики. Здравствуйте, Александр Иванович. Добрый день. Добрый. 15 февраля будет отмечаться День молодого избирателя. Традиционно в этот день проходят какие-либо мероприятия. Какие акции и проекты будут реализованы в этом году? Отмечаться, наверное, не совсем правильное слово. Все-таки же это не праздник, а такой рабочий момент. И все это будет не именно 15-го, не именно воскресенье. Мы так жестко ни с кого ничего не требуем. Неделя до, часть недели после. День молодого избирателя – это традиционная такая форма работы с молодыми и будущими избирателями, направленная на повышение их правовой культуры, активности на выборах. В этот день наши избирательные комиссии территориальные, это районные, городские, проводят различные викторины, спортивные соревнования, выборы различные. В том числе там выборы, допустим, президента детского садика в Цивильском районе проходят, уже традиционно в шестой или в седьмой раз будут проходить. Встречаются с депутатами, встречаются с представителями органов местного самоправления. Кто что придумает, кому что больше нравится. Сейчас идет обновление из состава молодежной избирательной комиссии. Есть у нас и такой орган в Чувашской республике. В связи с чем стал необходимым изменить состав? Тут все просто. Мы формируем молодежную комиссию на два года. Соответственно, эти два года истекают, и сейчас уже третий состав молодежной избирательной комиссии будет формироваться. Мы до 26 февраля собираем предложения от различных молодежных организаций по месту учебы, по месту работы, от органов школьного, студенческого самоуправления. И затем уже на конкурсной основе будем формировать молодежную избирательную комиссию. Одну общереспубликанскую и, соответственно, в каждом районе и городе тоже. Кто может стать членом избирательной комиссии молодежной? И какая работа им предстоит в этом году и в следующем раз на два года? Членом молодежной комиссии может стать практически любой молодой гражданин Российской Федерации в возрасте до 30 лет. Чем занимается молодежная комиссия? Это, по сути, такой вот очень важный помощник взрослой избирательной комиссии. И мы как минимум три направления их работы выделяем. Первое направление – это подготовка резерва для работы в настоящих взрослых избирательных комиссиях. Кстати, вот тут и даже и для меня тут был такой приятный сюрприз. У нас очень многие ребята, которые пришли в молодежные комиссии, сейчас в настоящее время работают уже в участковых комиссиях, в территориальных комиссиях. В одной комиссии у нас в Алатарской районе уже Дмитрий Адушкин, который был предстоятелем молодежной избирательной комиссии, он сейчас уже является предстоятелем территориальной избирательной комиссии. И ему уже доверено проводить выборы на территории всего района. Второе направление – это как раз работа, направленная на повышение правовой культуры и активности молодых и будущих избирателей. А третье направление – это проведение различных помощь в проведении различных выборов в органы студенческого, школьного самоуправления. Все это проходит, как правило, достаточно весело, интересно и детям нравится. 2015 год выборный и 13 сентября пройдет у нас единый день голосования. Какие выборы, какие виды выборов будут в этот день? Во-первых, мы выбираем всенародно главу Чувашской республики. У нас выборы подобного уровня последние проходили в Чувашии еще в 2001 году, когда всенародно выбирали президента Чувашии. Потом система проведения выборов несколько изменилась. Было так называемое наделение полномочиями, когда президент Российской Федерации из трех кандидатур выбирал одну, и затем уже законодательный орган субъекта Федерации эту кандидатуру утверждал. Сейчас виток произошел определенной истории, и опять мы вернулись к всенародному избранию высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. Кроме этого, мы будем выбирать депутатов всех уровней в органы местного самоправления. И, возможно, в некоторых районах будут все-таки проходить выборы глав муниципальных образований, глав районов. Но это зависит от депутатов. В действующем избирательном законодательстве есть определенная вариативность. То есть депутаты сами определяют, как будут проходить выборы. Либо из своего состава они будут выбирать главу района. Тогда глава района будет уже на неосвобожденной основе, и на конкурсной основе будет назначаться сити-менеджер, глава администрации. Либо второй вариант – всенародные выборы. Это уже вот как решат депутаты. Выборы главы Чувашской Республики также пройдут отчасти по новым правилам. В закон номер 38 были внесены некоторые новшества. Вот какие изменения, и что ждать избирателям от этих изменений в законе? Ну, вообще, избирательное законодательство относится к, наверное, наиболее изменчивой отрасли законодательства. Мы еще ни одни выборы не проводили по тем же самым правилам. То есть постоянно что-то меняется. То ввели избирательный залог, убрали избирательный залог. Ввели графу против всех, убрали графу против всех. Вот сейчас у нас на прошлых выборах были открепительные удостоверения. То есть человек, который не может в день голосования прийти на выборы, он мог просто прийти, взять открепительные удостоверения и проголосовать в любом другом месте. Это очень актуально на выборах федерального уровня, например. Но на выборах муниципального уровня открепительное удостоверение практически не дает возможности проголосовать. Потому что территория округа – это часть муниципального образования в шаговой доступности. Если человек уезжает в Чебоксары, то, соответственно, в Чебоксарах он проголосовать не сможет при всем желании. Именно за депутата со своего округа. И в связи с этим было постановление Конституционного суда. И сейчас возвращается, опять-таки, замечу, возвращается досрочное голосование. То есть за 10 дней, до дня голосования, избиратель, который по уважительным причинам в день голосования не сможет прийти на избирательный участок, может уже вечером прийти в избирательную комиссию, это вот, ну, как правило, это будет не менее 4 часов, начиная с 16.00. И в участковой избирательной комиссии ему дадут бюллетень, он проголосует, и затем при нем этот бюллетень аккуратно упаковывается в непрозрачный конверт. Конверт запечатывается, на нем ставится в подписи, печать, и, соответственно, он будет храниться до дня голосования. А в день голосования эти конверты вскрываются аккуратно и, не показывая отметку избирателя, опускаются в ящик для голосования. Вот такое вот новшество. Во время выборов часто говорят о каких-либо подтасовках, итогах, фальсификациях. Вот что сегодня может служить гарантией честных выборов? Гарантии того, что выборы пройдут честно и объективно, таких гарантий достаточно много. Это и требования, новые требования к технологическому оборудованию, у нас ящики для голосования прозрачные, и система видеонаблюдения на выборах. Но, все-таки, на мой взгляд, самая главная гарантия – это те люди, которые проводят выборы. В состав участковых избирательных комиссий должны входить представители всех политических партий, всех заинтересованных лиц, должны быть наблюдатели, должны быть члены комиссии с правом совещательного голоса. И тогда на всех избирательных участках выборы будут проходить строго по закону, объективно. И те результаты, которые будут отражены в итоговых протоколах, они практически полностью, один в один продублируют то волеизъявление избирателей, которое было в избирательных бюллетенях. Во время выборов президента Российской Федерации часто гуляли такие настроения, мол, за нас уже все решили. Как вы думаете, будут ли подобные слухи ходить на наших местных выборах? И в сравнении, насколько активно проявят наши жители себя 13 сентября? Я вас уверяю, что слухов будет ходить очень много, но это все слухи. А реально решается все именно в день голосования, и каждый голос имеет большое значение. И мы думаем, что активность избирателей на этих выборах будет очень высокая. И, соответственно, готовимся к тому, что нам нужно будет в такие сжатые сроки правильно все организовать, правильно все посчитать. И я искренне рассчитываю, что утром, по состоянию на 7-8 утра, у нас уже будут результаты по выборам главы Чувашской республики. И мы эти результаты уже доведем до всех граждан нашей республики. Спасибо вам большое, Александр Иванович. Я напоминаю, что в студии была Анастасия Алексеева. Это программа «По существу». До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова